Аргейм Рос. Солдатики. История. Их модельницы. Тевтобурский лес. Часть первая. В этом фильме поговорим про сражения в Тевтобурском лесу между римскими легионерами во главе с Варом и объединенными войсками германских племен под руководством Армения. Мы постараемся развеять мифы и легенды, окутывающие эту битву, и докопаться до истины с научной точки зрения. Я разделю свое повествование на три фильма. В первой части разберем события предшествующей битвы. Расскажу о личностях Вара и Армения, а также оценим численность войск противоборствующих сторон. На второй части вы сможете посмотреть на ход кампании Вара. Поговорим о планах сторон и разберем непосредственно битву. Также я покажу вам военно-исторические модели в 72-м масштабе, при помощи которых можно разыграть древнюю битву или создать красивые виньетки для своей коллекции. В третьей части поговорим о последствиях битвы, судьбе самого Армения и опять же про моделизм. Покажу великолепную диораму Игоря Синицына. В моем исследовании я буду опираться на книгу Майкла Макнелли «Техтабурский лес». Отличное издание с множеством карт и иллюстраций. Также буду использовать статьи Алексея Козленко с интернетом. Можете на них посмотреть. Ссылку дам в описании к данному видео. Немного углубимся в предпосылки сражения в Техтабурском лесу. Римская республика впервые столкнулась с германскими племенами в битвах в 113 году до н.э. Когда отряды варваров, выйдя из полуострова Ютландия, разгромив Галлию, вступили на римскую землю. В тяжелейших боях германцы из племен Тевтонов и Кимров были разбиты. Мощь римского государства возрастала. Юлий Цезарь провел завоевание Галлии и разгромил часть германских племен, установив границу по Рейну. Точнее сказать, дошел до этой великой реки. В период империи римляне продолжали экспансию. В 27 году до н.э. они установили контроль над буферной зоной между гальскими провинциями и племенами германцев, создав два округа – Нижняя и Верхняя Германия. Предстояло много битв и походов, чтобы римляне прочно закрепились на Рейне. Для развития успеха римляне начали строить военные базы по Рейну в 12 году до н.э. Неоднократно легионеры переходили через Рейн и даже форсировали Эльбу. То есть заходили в самое сердце так называемой Германия Магна или Великая. Успешно громили варваров, пасанок императора Августа Друз и его брат Тиберий, будущий император. Они отбивали вторжение германцев и совершали ответные рейды. В ходе одного из боев римляне попали в засаду на марше и вынуждены были пробиваться в тяжелейших условиях. Сражение сильно напоминает битву в Тевтобурском лесу, к тому же их атаковали германцы из племени хирусков. Это было родное племя Армении. Друз из битвы в битву громил всех врагов. И эта битва не была исключением. Но в 8 году до н.э. он упал с коня в ходе очередного похода. Сломал себе ногу и вскоре умер. Его брат продолжил командование, но вскоре был отозван из Германии. Руководство перешло к Луцию Домицию Агенобарбу и Гаю Синтонию Сатурнину. Они продолжили натиск на германцев. В 4 году Октавиан Август признал Тиберия наследником, то есть будущим императором. В том же году Тиберий вернулся в Германию с приличной армией, чтобы навязать власть Рима от Рейна до Эльбы. Он разгромил ряд племен, в том числе и хирусков, и перезимовал в их землях. После этого римляне подчинили без боя племя хавков и разгромили воинственных лангобардов, перейдя через реку Эльба. Дальше римляне планировали подчинить воинственное племя маркоманов, обитающих на территории современной Чехии. Для этого римская армия из Великой Германии под командованием Сатурнина выдвинулась к землям маркоманов и построила большой постоянный военный лагерь. Маркт Брайте, на землях уже подчиненных ими Германдуров. С юга в наступление на варваров готовился Тиберий, в распоряжении которого находилось 8 легионов. Шансов у германцев на успех, казалось бы, не было. Тиберий ждал, что к его 8 легионам придут силы ауксильев из Иллирии и Далмации. Но вместо войск союзников он получил Иллирийское восстание. Солдаты вспомогательных войск отказались идти на войну с германцами и стали громить римлян. Огромная армия двинулась на Тиберия. Они разгромили три легиона, но не воспользовавшись успехом, стали грабить окрестности. Тиберия заключила союз с маркоманами, на которых только что хотел идти войной. Германцы стали воевать с римлянами против бунтующих Иллирийцев. Кто-то скажет, что вот какие германцы недальновидные, а если бы они ударили по римлянам, то тогда бы... Я, конечно, не знаю, какими мотивами руководствовался вождь маркоманов Маработ, выступая за Тиберия. Но можно предположить, что он собрал под своим руководством большую армию, готовясь сражаться с римлянами. Но войны не случилось. Эта армия просто бы распалась или еще хуже, передралась между собой. Чтобы сохранить свой авторитет, вождь Маработ дал своим воинам и племенным вождям возможность воевать и получать добычу, начав боевые действия в богатых римских провинциях. Тем самым он укрепил свою власть. Атаковать ослабленных римлян он поостерегся, так как подозревал, что те могут быстро восстановить военный потенциал. А ему набрать новых воинов будет сложно. Видимо, Маработ оказался дальновидным политиком. Октавиан Август провел в 7-м году нашей эры массовую мобилизацию и собрал 10 новых легионов. Если что, это 50 тысяч легионеров и примерно столько же вспомогательных войск, причем прилично экипированных. Мобилизационные способности римлян просто поражают. До 9-го года имперские войска воевали с повстанцами и победили их. Пока империя наводила порядок в римских провинциях на Адриатическом побережье, на север, командовать германскими легионами, в 7-м году был назначен Публий Квинтилий Вар. Это был уже пожилой мужчина с богатой биографией. Его отец, секст Квинтилий Вар, воевал в гражданской войне на стороне Помпея. После поражений в битве, не желая попадать в плен, он покончил жизнь самоубийством. Обратите на это внимание. Его сын Публий сумел сделать блестящую карьеру в римском обществе. В 24 года он стал квестером при императоре Августе. Хотя по закону эту должность можно было занимать только после 30 лет. Он был уже в молодости карьеристом и имел влиятельных людей при дворе. И лез он к власти не ради служения стране, а ради корысти. В 15-м году до н.э. он, командуя 19-м легионом, участвовал в завоевании Норика. Отсюда мы видим, что боевой опыт у него все же был. Часто Вара обвиняют в абсолютном неумении воевать. Но это, видимо, было не совсем так. Вар удачно женился и получил должность младшего консула. В 18-м году он уже правил сенаторской провинцией Африка, где отличился усердной службой и получил на следующий год назначение в очень сложную в управлении и богатую провинцию – Сирию. На этой должности нужно было заниматься не только управлением своей провинцией, но и поддерживать хорошие отношения с союзниками Рима, такими как Армения, и не допускать конфликтов с могущественной парфией, но и не уступить им инициативу в данном регионе. Должность требовала быть тонким политиком, и Вар с этим справился. Хотя современник Вара, историк и полководец Валерий Патеркул островно заметил, что Вар, будучи бедным, принял в управление богатую провинцию, а сдал нищую территорию, будучи богатым. Вар жестоко правил, не чураясь применять массовые казни своих противников. Он был трижды женат и заключал всегда выгодные для карьеры браки. Это был очень жестокий, корыстный и властолюбивый человек. Часто в фильмах о битве в Тевтобурском лесе говорят, что Вар был слабовольным и доверчивым человеком. То, что это суждение ошибочно, понимаешь, глядя на его биографию. Перейдем к описанию личности Арминия. Его отцом был Сигемар, влиятельный аристократ германского племени Херусска. Жил он на реке Везер. Когда Друз в 8 году до нашей эры разгромил это племя, то он потребовал от представителей знатных родов в качестве заложников передать своих сыновей. Так, десятилетний Арминий попал к римлянам. Его не сделали рабом, а отправили в Рим учиться. Он был прилежным учеником. Его приняли в сословие всадников и отправили служить в армию, в Панонию. Обратим на это внимание. Рим во внешней политике пошел по пути привлечения на свою сторону знати покоренных народов. Территория захватывалась, грабилась. Но потом аристократам предлагалось вступить в союз с римлянами. Те, кто проявлял себя с положительной точки зрения в глазах оккупантов, получали гражданство и мог легко войти в высшие сословия не просто с его племени, а римского государства. Варварский вождь из провинции мог стать сенатором. Таким образом создавалась более устойчивая политическая система, когда местная знать покоренных народов сама была готова служить Риму. Эта система давала сбой, но в целом была более успешной, чем у тех же карфагенян. Последние не допускали чужаков в управленческий совет своего города, состоящий из представителей карфагенской олигархии. Это и погубило их государство, так как элита покоренных имя народов не считала себя частью их страны и постоянно вынашивала планы на отделение. Армений был очень умным, хитрым человеком и мастером интриг. Он был направлен в германские провинции в армию Вара. Это было не случайно. Армений был частью римской большой политики по покорению народов и подчинению их элит. Они его романизировали и вернули обратно на родину, чтобы он проводил в германских землях их политику. Именно поэтому Вар так ему доверял. Армения много лет выращивали на должность правителя германского племени хирусков, который он должен был сделать союзником империи. Вполне возможно, что Армений хотел изначально править хирусками от имени Рима. Видимо, он рассчитывал опираться на свою родню, в том числе и на тесте Сидеста. Но прибыв в Германию, Армений понял, что антиримские настроения в его племени сильнее проримских, и он решил возглавить более многочисленную фракцию вождей, тем самым получив власть. Он боялся, что его свергнут или убьют свои же хируски. Он хотел власти, ему было не важно, как ее получить. Армения резко выделялся среди племенных вождей германцев тем, что лично служил в римской армии много лет, и был знаком с стильными и слабыми сторонами их военной системы. Поговорим про это по ходу повествования. Когда у него созрел план восстания, неизвестно. Возможно, еще до похода 9-го года он проводил переговоры с делегациями племен, прибывающих для знакомства с новым наместником Рима Варом. Вполне может быть, что тогда он уже начал подготовку к бунту. Римляне Основу войска представляют пехотинцы. Они собирались в легионы. В этот период это 4800 пеших воинов и 120 садников. Это были хорошо вооруженные и обученные солдаты, служившие за жалование и военную добычу. Основным шлемом в этот период был кулус и имперский гальский тип. На воинах надеты кольчуги. Появляются уже и знаменитые лорики-сегментаты. Щиты овальные, с изгибом. Начинают уже обрезать верх и низ щита. Они постепенно эволюционируют в имперские скутумы, которые известны, думаю, всем любителям военной истории. Для ближнего боя служат мечи и тинжалы, а для дистанционного – тяжелые пиломы и легкие гасты-милитаристы. Каждому легиону приписывались еще и вспомогательные войска, состоящие из союзных римоконтингентов. Они вооружались похуже. Но все же воины имели кольчужные доспехи, овальные плоские щиты, копья, мечи, шлемы. В состав ауксилий входили бойцы как ближнего боя, так и различные застрельщики и всадники. Сила римской армии была в дисциплине, умении держать строй и поддерживать друг друга в бою, а также в умении маневрировать на поле боя, что для большинства войск, состоящих из ополчения, было большой проблемой. Когда противник приближался к римской боевой линии, то в него сначала летели легкие дротики. На канале Легио есть видео с реконструкцией использования такого оружия. Боец идет медленно и по команде производит бросок. Тренированный человек, используя метод кистевого броска, способен запустить дротик на 30 метров. Часто говорят, что на такой дистанции дротики ничего не могут пробить. Но давайте посмотрим. Вот доска, и она пробита. Представьте, что наконечник влез вам в руку или прижал щит к телу и прибил его к вам. Очень эффективное оружие. Когда противник подходит на более близкую дистанцию, буквально метров на 10-15, то в него летят тяжелые пилумы. Они очень эффективно пробивают доспехи и щиты. Вы можете увидеть, как реконструкторы из 5-го македонского легиона метают пилум в щит. Если удастся нормально попасть, то эффект впечатляющий. Если противник после такого массированного обстрела не обращался в бегство, то в дело шли мечи. Реконструкция с канала Легио. Вы видите, как легионеры держат строй и двигаются на врага. Никто никуда не бежал. Солдаты двигаются на противника, сохраняя строй. Важно было, чтобы он был линейным. Никто не выдавался вперед и не проваливался назад. Сближались поэтому медленно. Обратите внимание на стойку солдат в бою. Он весь прикрыт и наносит короткие, колющие удары, стараясь не открываться для ответного удара противника. А прокинуть строй таких бойцов будет крайне сложное. В доспехе солдат защищали их от большинства ударов. Сколько же было воинов у Квинтилия Вара в этом знаменитом бою? В Верхней и Нижней Германии находилось пять римских легионов. Примерно там было еще столько же по численности ауксилиев. Сумогательные части базировались как рядом с легионерами, так и в отдельных лагерях, охраняя ключевые точки в обороне границы. И поддерживая связь между легионами. В Вару в походе было три легиона из пяти. Каждый легион перед походом в лагере оставил по одной из десяти когорт. Плюс больных, раненых и тому подобное. Также однозначно был некомплект личного состава. И идеальной штатной численности легион не мог иметь. Приблизительно каждый легион Вар имел 4 360 воинов. И 1200 некомбатантов, то есть гражданских. В войске было 9 отрядов ауксилиев. Они состояли из 480 солдат и 20 некоммандантов каждая. И это в идеале и на начало похода. Максимум у Вара в начале похода было 17 тысяч воинов и 3800 гражданских. Согласно Кассию Диону, в войске было много гражданских лиц, в том числе и прислуги Вара. Но этот автор писал свой труд почти через 200 лет после битвы. И скорее всего просто использовал штамп, а не описывал реальные события. В начале первого века Октавиан Август запретил солдатам иметь жен. Тем самым армию не обременяли солдатские жены и дети. Стать любовницей легионера и нарожать ему детей захочет далеко не каждая женщина. Жалование легионера было очень скудным. Да и сам он не был хозяином своей судьбы. И мог уйти в поход в любое время, куда угодно. Поэтому солдаты довольствовались в основном услугами женщин с пониженной социальной ответственностью. По этой причине в колонии Вара некомбатантов было минимальное число. А сообщения об огромном числе повозок в обозе не соответствуют действительности. Войско германцев состояло из двух частей. Первое это дружины вождей. Счет бойцов в этих отрядах велся на десятки. Может у какого-то влиятельного вождя и переваливал за сотню. Они жили за счет своего предводителя и были профессиональными воинами. В них имелись зачастую мечи, копья, доспехи. Хотя есть упоминания современников о том, что у германцев мечи были только у вождей племен. Но это видится мне нескольким преувеличением. Не обязательно меч покупать, это мог быть и трофей. Воинская подготовка была видимо неплохой. Вторая часть войска состояла из племенного ополчения. Это были воины с деревянными или претенными легкими щитами. Копьями. Могли как вспомогательное оружие взять ножи, топоры. Видимо использовались дротики. Прощей не применяли, а были луки. Волосы убирались в пучок и завязывались в узел, который называют сверхским узлом. Он давал некую защиту головы. Могли делать и короткие прически. Шлемов нет. Возможно надевали какие-либо шапки. Надевались шерстяные штаны и туники. Сверху носили тяжелый шерстяной плащ. Если бы он мог раздобыть какое-то защитное вооружение, то он надевал его на себя. Ополчение не было в широком смысле не обученной толпой. Племена постоянно воевали, и общинники знали, что такое война, и имели воинские навыки. Дисциплина поддерживалась за счет авторитета вождей и глав семейств. Воины были родственниками, и присутствовала родовая честь. Исследователи оценивают число воинов и германцев по-разному. Адриан Мердок читает, что их было 25 тысяч. Питер Уэллс оценивает их от 17 до 100 тысяч. Ганс Дельбрук, исходя из экономических особенностей данного региона в первом веке нашей эры, предполагает, что каждое племя могло выставить от 6 до 8 тысяч воинов. Армения вознамерился свергнуть власть римлян и стал плести интриги и вести переговоры с племенной знатью. Ему удалось заручиться поддержкой родного племени хирузгов, такого же крупного племени бруктеров и племени поменьше, ангревариев. По Майклу Маккнелли это дает около 21 тысячи воинов. Итак, мы подошли к самой компании Квинтилия Вара, но про нее я расскажу в следующем фильме. Хотелось бы с вами поделиться интересным каналом по средневековой истории Скандинавии и Руси. Речь идет о канале Секира. Авторы канала Александр и Иван Кулагины покажут вам массу интереснейших и полезных видео по вооружению, культуре и быту викингов и русов. Они при этом строят свои рассказы на базе научных знаний, а не фэнтези и откровенного бреда. Кто интересуется этой тематикой, заходите на их канал по ссылке в описании к этому видео. Не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик и подписаться на канал WargameRoss, солдатики, история, моделизм, чтобы не пропустить новые видео. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать, найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok